добрый вечер спасибо большое алена за представление добрый вечер дорогие друзья очень рада встречи как всегда жду с нетерпением немножко волнуюсь но волнуюсь из-за того что хочу чтобы я была полезна для вас моя информация мои техники были полезны давайте проверим пожалуйста связь поставьте пожалуйста букву йо чтобы узнать слышите меня хорошо ли видите зовут меня меркулова зоя как алена меня уже представила я представляю студию серебряный лебедь находимся в городе ростове-на-дону у нас прекрасная дружная компания наших мастеров йо пошли со мной наш незримый директор прекрасный специалист широкого профиля наташа ерохина поприветствуйте ее тоже спасибо большое за обратную связь вижу и знакомых и незнакомых приветствую всех очень рада очень рада вас видеть в чате вас видеть в эфире что что сегодня мы будем делать сегодня у нас будет урок рисования ну не урок вечер рисования немножечко познакомимся с кистью с красками да немножечко познакомимся с техниками росписи а очень меня заинтересовал этот момент рисовать люблю непрофессионально образование художественного у меня нет как я и ранее говорила она и и не появилась пытаясь освоить самостоятельно пока может быть прибегу прибегну когда-нибудь к специалистам чтобы больше углубиться в эти техники но очень меня привлекла роспись роспись и наша роспись и все виды другой других техник ну наверное давайте начинать хорошо переключаем камеру переключаем камеру на на нижние так ну и давай что ты нам тут приготовила значит сегодня у нас такая заготовочка это вообще-то как бы заготовочка по часы вот видите дырочка вот этот пальчик подставляют дырочка я ее подготовила немножечко но чтобы как бы не занимать время эфирное до окрашиванием на камеру кажется что черный цвет но вообще на ответ наверное да видно немножко что этот синий черный цвет в общем-то глубокий синий вот значит и покрасила черный я покрасила до заготовочку и лакировала ее одним слоем матового лака чтобы закрыть нижний слой с чего начинать ну как бы у нас есть разные виды росписи сейчас одну минуточку я достану то есть это и вот подобное да что то вот вот так показать то есть это и на тарелке то есть на черном фоне роспись да это вот такие техники ван строк да это техника 1 мазка 1 мазка 2 краски наносится одним мазком соответственно получаются такие вот переходные эффекты больше всего конечно интересовала интересовали наши наши традиционные русские склонные вот и очень мне понравилось вот это именно техника техника это называется петриковская роспись роспись поселка петриков вот эти элементы это заполнение фона то есть разные причем разная цветовая гамма яркая то есть сочная повторяю повторяет природные краски но они на светлом фоне да вот я смотрю что-то на черном фоне они бывают и на темном фоне бывают вот вот такой вариант да вот мне как бы вот сочетание красок ближе понравилось вот это вот голубые оттенки красивые вот что что здесь в этой росписи у нас есть у нас есть элементы до основные элементы это росписи основные элементы этой росписи это вот такие вот завитки это каплевидные мазки вот такие вот это тоже отдельный элемент называется цыбулька такие вот слои да как у луковки полностью получается цветок на когда его дорисуешь и мы займемся изучением вот это вот это что это такое вот здесь я нанесла фоновую сеточку то есть элементарно да по диагонали прочертила полосочки на равном на удаленном расстоянии чертила простым карандашом по нашему синему фону вот видите его видно немного да вот я уже обозначила чуть-чуть вензеля скажи пожалуйста вот они то спрашивают это роспись акрилом или маслом то есть вот эти краски это какие-то акриловые то есть у меня нет масляных красок в масле еще пока не практикуюсь у меня вот есть только акрил и я пытаюсь экспериментировать как бы почему я пытаюсь экспериментировать выход из положения до когда у вас нет распечатки то есть элементарно было бы наклеить распечатку салфетку допустим вы там удалены вас населенный пункт сильно удален от каких-то там фотоцентра фотоцентра или так случилось что в путешествии а есть только как кисточка и краска вот и начинаются поиски как бы поиски выхода из положения это как бы вот такое как бы заменение данность соответственно творческий процесс потому когда ты рисуешь ты находишь свои моменты свои нюансы свои красивые завитки это будет индивидуальная работа это будет только ваша неповторимая работа что мы будем делать мы берем значит палитра очко метод золотая краска потом как я наносила сеточку акриловая краска я так поняла золотая акриловая золотая очень кстати укрывистая таир краска вот это фирмы таир у нее металлики очень укрывистые очень мне нравится вот что мы пока сделаем мы сейчас пока дорисуем сеточку что у нас здесь осталось значит основную сеточку мы нарисовали кисточка не могу сказать номера нет но скорее всего это двоечка причем эта кисточка белочка белочка пони то есть для росписи лучше ее синтетика не пробовала честно потому как я прочитала про росписи там используется кисть из натурального ворса а именно петриковской росписи используется кошачьи кисточки их делают мастерицы самостоятельно конечно гринпис наверно не одобрит но что прям кошачьи смысле из ворса делается выстрик у кошечки и из этого ворсинок собирается кисточкой и прорисовывается да вот такая вот особенность там евгений шалин женя здравствуйте вот что мы делаем нашу сеточку мы немножечко обогащаем но вы видите да что у меня ну как бы тоже еще рука не набита сеточка ну как бы полосочки не очень равномерно может быть это в какой-то степени шарм да ручная работа обогащаем сеточку как мы мы делаем вот такие вот вот такие вот перепон очки вот таким образом то есть на стыке на пересечении да на крестике мы делаем вот такие перепон очки милочка наша появилась вот ольга говорит котов обдирать будем вы знаете у нас такой код что его обдирать не надо это шерсть у нас везде поэтому я думаю это берут специализированных котов у которых лишний раз подстричь это только им на пользу да девочки но все равно да кисточка кисточкой мы будем рисовать с любовью поэтому обдирать не надо аккуратно с любовью выстричь выстричь на луну лена наша якина нет коты только за особенно летом когда жара плюс 40 они только рады возьмут декупажницы для росписи своих красивых изделий ну вообще как бы я очень загорелась идея росписи почему потому что я увидела работы мастериц конечно это уже именитые мастера вот и вдохновилась да очень вдохновилась почему потому что вот именно основные элементы росписи потом как бы берутся за основу других работ то есть там начинается прям такие художества то есть пейзажи птицы и все это вот этими мазками до техника двойного маска вот это ван строк да в петриковской росписи она интерпретируется как бы типа не помню как точно она называется растянутый что-то типа растянутого маска а мы сегодня будем да сегодня будем рисовать с вами цыбольки о да красивое название вульки и я думаю скорее всего листочки мы еще тоже потренируемся рисовать вот ну конечно же вот эти вот капельки и завиточки они очень тоже обогащают этот орнамент и украшают работу вот так продолжаем конечно все мы можем вот в принципе вот так по краю пока пройтись потому что основной узор у нас будет по краю раскрас вот вот таким вот образом и догоняем что мы делаем дальше дальше у нас идут основные вензеля красиво смотри видишь золото конечно играет видите на черном фоне золото просто играет но это будет поле циферблата нашего да здесь вот у нас будут циферки там 12 здесь будут вензеля но можно в принципе и под них до если оставить до небольшие циферки они будут да но это надо будет уже смотреть полностью на композицию вообще предполагала здесь на этом фоне следует ему говорит я очень люблю мизинская роспись зоя мне нужен вебинар так вот пожалуйста устрой вебинар ну зоя у нас на специалист по мизинской росписи леночка я пока только по петриковске петриковске извините да там ударение да вот у нас кто-то кто-то написал в чате сейчас вот я найду пока ты рассказывала ага ирина нам написала петриковка село на днепропетровщине украина история росписи восходит к девятнадцатому веку спасибо ирина большое вот потому что это действительно интересная история значит мне вот зоя перед вебинаром даже какую-то историю рассказала про то как расписывают там просто это это прям культ именно там селе вот этой области там значит расписывались хаты дома раньше это хаты назывались и соответственно все друг перед другом хвастались кто лучше распишет и расписывали в основном женщины и если какая-то хата стояла белая без росписи с этим человеком даже не здоровались представляете вы представляете насколько роспись была критерием здороваются с тобой уважают тебя люди или нет да так что ты вот делаешь я так наверно ставлю чуть-чуть давай покажем значит я на палитру выложила золотой оттенок наше золото и добавила наверное фисташки вот и буду немножко смешивать чуть-чуть добавляю воды кстати очень удобный прием смешивания красок мастихином во-первых он хорошо вытирается а во-вторых так делают профессиональные художники да при работе разбивают комочки да вот это вот то есть она изнародная и его краску можно легко подвинуть в кисть не забивается но здесь вот кстати именно в этой росписи надо именно набить кисть краской чтобы она не быстро заканчивалась да то есть она должна прям все если мы в декупаже стараемся набивать это кисть определенная для росписи вот это у меня кисть пятерочка номер пять вот и что мы делаем значит здесь тоже надо немножечко его ты немножко добавляешь водички чуть-чуть да вот буквально вот да чтобы консистенцию ее разбить чтобы она не как ну не густая была немножко текучая чтобы она набиралась как бы на кисточку тем более нам надо будет макать край кисточки то есть мы набрали золото набрали конец вот видно и конец кисточки мы макнули в фисташку и что делаем сейчас поближе здесь у меня я уже на цвет показывала вот видно да я обозначила простым карандашом будет вензель примерно примерно приблизительно я как бы тренировалась на листе бумаги и там честно говоря не накидывала просто рисовала ничего все получилось я закрываю все что хорошо можно мазок повторить то есть по мазку можно повторить мазок если он там не сильно получится значит ставим тонко кончик дальше распластываем кисточку и уводим на середину ой как классно вот так вот классно снова макаем кисточку золото и опускаем и опускаем конец тот же самые те же самые движения только в обратную сторону на белом было вам лучше видно конечно потому что черное мне кажется не видно нам зеленого какой-то зеленый ну в принципе можно другой зеленый давай не зеленый может какой-нибудь там красненький можно добавить чтобы видно было просто камера нам декадут что нам не так видно а если зеленый другой добавить давай поярче сейчас попробуем добавить зеленый так а ну-ка если вот так я прям беру и поэтому же мазку о зеленый пошел было вот так да и соответственно второй повторяем точно так же расплющиваем кисть доводим до середины да они немножко такие неравнозначные это все приходит с техникой вот и но ну мне кажется в этом и приели что они не одинаковые вот соответственно можно мазки повторять вот и также продолжаем следующие элементы видна рука мастера конечно еще не мастера ну мастера который расписывает да я думаю чтобы не обидеть я думаю наверное с большого вензеля начнем вот здесь у нас будет еще большой вензель вот так вот можем в принципе его разбить тоже на два вензеля да вот так будет эстетичнее смотреться и на горит это уже цыбулька уже цыбулька далее так вот палитру видно или палитру не видно палитру будем периодически показывать то есть должно быть должно быть много краски да да то есть есть должна быть вообще напитана краской вот он тут образ можно немножечко даже поправить ну здесь узнаете я дыхание сама затаила потому что тут такой процесс хочется же сделать красивая ровно что в прямом эфире не всегда получается мы видим насколько насколько хороший мазок идет спасибо значит наталья нам говорит значит в петровке наверно вот это и петрика в петриковке в петриковке нет золота там только природные цвета применяют да но я как бы дополняю 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 да 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 ну хочется чтобы богато было ну я использую много техник как бы в петриковке нет и сеточки да сеточка не используется в петриковке но мы как бы не петриковку имитируем правильно ну техники основные взяты оттуда да вот эти мазки вензеля вот луковки но смесь в общем то смесь это идет у нас фьюжн такой расписной как Лена Якимова говорит у нас эклектика как обычно идет да да соединяем все что нам все что нам нравится ооо красиво единую композицию а может быть кто-то расписывал уже может быть кто-то интересно есть может быть кто-то знает нюансы работы да краски потому что я знаю что расписывает конечно ну я расписываю тем чем тем что у меня есть но я слышала что там используется именно специальные кисть краски для росписи какие-то силикатные ух ты силикатные интересно что это что это такое силикатные ну я так понимаю что все таки это такие краски тягучие то есть которые растягиваются то есть они не заканчиваются допустим вот как у меня вот видите вот здесь вот на мазке не видите как они заканчиваются да а силикатные я так понимаю они растягиваются то есть заканчивается тонкой линией вот так вот здорово Галечка наша появилась. Галя, ты вбей. Это, наверное, Зоя у нас не только скульптор, но и художник. Спасибо, Галя. Кто ли еще будет, Галя? Здорово. Классно. Прям хочется все бросить и начать рисовать. Так, давай я бросаю камеру, давай мне листок буду рисовать, роспись. Очень красиво получается. Хотелось бы не только венделечки, Зоя. Хотелось бы еще что-то такое посложнее сделать. Просто я бы хотела, почему, продолжить здесь хотя бы последнего сделать, чтобы было хоть немножечко понятно, что будет в итоге. Все, поняла, хорошо. Я поняла. А то мы заявляем часы, часы, а в итоге... Ну не часы заявили, ну что это, мы не часы. Ну как бы да, роспись, но заготовка-то... Так, Наталья говорит, Логачева, говорит, я только петриковской росписью увлекалась. Ага, вот, вы уже со знанием дела, да. Так что поправляйте, если что. Да, Наталья спец в этом деле, отлично. Юля говорит, я пробовала двойным мазком. Вау, смотри. Да, Ван Строк это прям вообще, честно говоря, я пробовала, но как-то боязливо. Потому что там, да, Ван Строк это прям супер, потому что там очень объемные цветы получаются. Там прям здорово, очень интересный вид росписи. Я думаю, даже вот, если взять руль в руки кисточку и попробовать вот так, вот так часы даже оформить, да, вот уже симпатично. То есть золото, вот на это, то есть уже может быть даже цифры прорисовать интересным способом. Можно цифры прорисовать, можно через трафарет, да, можно какие-то объемные накладочки сделать, да, как у нас деревянные вырубки или металлические, да, и как бы, мне кажется, будет смотреться все хорошо. Почему, может быть, у кого-то возник вопрос, почему не контуром, потому что наша роспись будет заходить и на эти элементы, то есть чтобы она за контуром не цеплялась краска. То есть не должна быть объемная? Да, должна быть ровная поверхность. А Наталья говорит, сейчас применяется гуашь в петриковке. Да, 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 гуашь с ПВА, вы правы, да, я тоже об этом читала, слышала. А что дает ПВА? Ну вот, видимо, вот эту силикатность, вот эту растяжку, да, тягучесть. Ну и тем более, если они оформляют фасады домов, да, то есть, соответственно, более устойчивая краска, да? А она как цементирует, наверное, немножко, да, но... Так, что мы делаем дальше? Ну давай, хочется какой-то цветочек или что-то покажи нам. Цветочек-вензелечек, да, цветочек-вензелечек, что это? Так, сейчас мы будем делать цветочек. Так, для этого нам надо намешать красочку. Отлично, намешиваем. Намешиваем нашу красочку. Отлично. Беру утрамарин, светлый. Ну, в принципе, можно кобальт синить. В общем, как у вас фантазия ляжет? Как вам фантазия подскажет? Вот, берем несколько цветов. Обязательно берем белый цвет. Почему? Скажи. Всегда там идут оттенки. Оттенки, чтобы вот был такой эффект свечения. Вот видите? Давай, Машки, я подожди. Акриловые все-таки. Это у нас такая сайрлаковская. Она может немножко быть. А, да, вот акриловую нужно. Красочку на каждую поле, пожалуйста. Что я еще возьму? Возьму желтый цвет. Он тоже передаст пикантность. Зеленый у нас есть и беленькую, да? О, смотри, Алена нам пишет. Гуашь сплывает для того, чтобы цвета гуаши не смешивались на работе. Вот тебе, пожалуйста. Гуашь играет роль замедлителя высыхания еще. Вот тебе, да? Это да. Круто. Да, да, да. Отлично. Вот смотри, какие девчонки у нас в этой теме. В общем-то пробовали. А кто что расписывал? Какие именно изделия? Изделия, да. Интересно. Это, наверное, больше все-таки тарелки, да? Вот украшения. Интерьерные, да, такие вещи? Ну, раньше вот украшали полочки, стены тарелками в домах. Да, кстати, я видела, да, комоды, комоды даже украшали. Ну, вот эти вот... Древнейшее занятие такое, да? С древних времен украшения. Карандаш, Наташ. А, вот, карандаш. Для того, чтобы нарисовать нашу луковку, да, в принципе, ну, я обхожусь без... Без подсказки. Те, делайте! А мы тут занимаемся художеством. Красота! Здрасте всем! Поздоровайтесь, Люля! Здрасте! Здрасте! Что я делаю? Просто я, когда здесь нарисую, вам не видно будет тоже. Просто рисуем окружность. Вот, окружность. Это будет объем нашего цветка. То есть мы дальше будем накладывать наши лепестки. Вот таким вот образом. Соответственно, вы должны понимать, что объем увеличится. Либо внутреннюю часть, да, заполнять. Не видно тоже от свечи. Вот. Вот так вот, да? Не видно. Не видно, не видно. Ничего не видно. Нет, ну надо маркером или ручкой это делать. Это ты взяла карандашик на ручкой. Блин. Вот, вот здесь. Ага. Ну вот, девочки, мальчики, окружность, окружность. И мы либо внутренний контур заполняем, либо наружний. Ну, наружний удобнее. То есть ведете мазки вот отсюда и уводите их к середине. И получается вот такая луковка. Цебулька. Она называется цебулька, этот элемент. И, соответственно, потом по мере заполнения будем дополнять его лепестками. Я почему показала? Потому что, ну вот, именно вот эту форму, да, окружность надо повторить. Соответственно, я здесь карандашиком себе обозначу. Обозначу окружность. Ну вот какая она. Люля, ты занималась, скажи, пожалуйста, росписью? Нет, я никогда не занималась. Я вообще удивлена, что сегодня Зоя ее показывает, потому что мы очень много, и Галя, и я, и вся наша студия, очень долго все время говорили о том, что как мы хотим научиться росписи. А Зоя, обладая этими навыками, молчала полгода, не говоря нам ничего, и не показала, друзья мои, не показала нам эту технику. Значит, со мной можно в разведку? Я никому ничего не скажу. Ну просто, я тогда увидела то, что она делает. Я, честно говоря, просто, ну, хотела это, сильно ругаться. Скажем так. Ну вот, показала. Теперь все и поругали. Помолчила? Помолчила. Да, да, да. Ну девчонки говорят, что что они тут только не расписывают. И разделочные доски, и ногти, и игрушки, и бутылки. Боже мой. Ну то есть девчонки оказываются здесь подкованные в этом деле. То есть вот Елена говорит, ногти расписывают. Мария говорит, я тарелки из папье, машины, деревянные игрушки. А я, знаете, друзья, пошла как-то делать себе ногти. И там, значит, ну у нас тут есть такое знаменитое, скажем так, заведение, где делают эти ногти, очень такое хорошее. И там, короче, делают каталоги, как сделать роспись. Ну то есть такие обучающие каталоги, как сделать роспись на ногти. И там пошагово, как сделать там такой-то цветок. Короче, я купила этот каталог. И в общем у меня дома у родителей шкаф расписан тем методом, которым указано в этом каталоге. То есть нарисованы цветочки, да. Это очень интересно. Вот то, что Зоя сейчас делает. Ну Зоя, конечно же, я не знаю, где это научилась, да. А я вот интересная была техника вот именно в этом каталоге роспись и ногтей. И вообще я вам хочу сказать, что ногтевой дизайн – это такая вот штука, где можно брать очень много. Да, да. Внедрять, да? И материалы. Я думаю, они берут тоже не из головы, а, видимо, глядя на какие-то другие техники. Ну, ногти же. Ну да, да. Ногти позже начали расписывать, чем тарелки. Чем тарелки, да. Ну просто сейчас, почему это же развето? Очень много видеоматериалов, да, по этому поводу. Именно на ногтевом, кстати. Да, да. По росписи на чем-то меньше. Ну, ногти, извини, у каждой женщины. А женщин миллионы, поэтому как бы естественно. Так, Лена наша Екимова говорит. Я в детстве ходила к соседке, училась росписи маслом, расписывала матрешек, подносы и прочее. Лена, так ты у нас тоже мастер по росписи. И это молчала, значит, да? Ну, Екимова, приедешь ты, приедешь. Набрала партизанов. Я с тобой поговорю. Да, да. Так, ну давай, Зайру. Что мы делаем? Мы набрали краску. Макнули в синюю. В темный цвет, да? В темный цвет, да. Мы сделали голубой цвет оттенок. Ну, да. И жидкий, я смотрю. Выбелили, да, такие как сливочки, да, получились. И макнули кончик в темно-синюю. Но это все от вашей фантазии зависит. Макните в желтый цвет. Тоже будет круто, да. Будет зеленый цвет. И значит, да, да, да. Нет, при смешивании, да. При растягивании маска, да. Окружность. И что мы делаем? Мы берем где-то посередине окружности, ставим, заостряем кончик. Ну, делаем тонкий. Потом распластываем и уводим до середины. Как это вкусно, Зоя! Какой это вкусный мазок, боже мой! Посмотри, из синего перетекающий в голубой. Мои любимые цвета, боже мой! Здорово! Меня что поражает, Зоя ничего не лакирует. Рисует так, как будто она всю жизнь эти тарелки раскисывает. Да, да, да. Часы, молодец вообще просто. Вот, раз к середине кисть распластываем. Кайф! И доводим до середины окружности в конце. Можно немножко повторить мазок и донести, допустим, синего оттенка. Оксана, не факт, что она со скидкой, я вам хочу сказать. Раз она так долго молчала, значит, она ждала, пока мы подогреемся. И нам станет настолько интересно, что мы готовы будем заплатить. Нина нам пишет. Я расписывала, я раскрашивала панной соленого теста. Здорово! Нина нам написала несколько строк. Она всегда нам пишет, Нина Иванова, она всегда нам пишет очень красивые пожелания в конце. Спасибо большое, Нина. Мы всегда с удовольствием читаем, потом друг другу пересылаем. Всегда такие трогательные. И вот, наконец-таки, написала даже несколько слов, что она делала. Молодец! Смотрите, следующий мазочек, извини, Наташа, перебью. Давай-давай-давай, да, потому что надо продолжать. Чуть ниже, да, вот, допустим, линия наша здесь, да, первых лепестков, начальные, да. А этот будет, следующий лепесток, чуть ниже. И немного заходит на предыдущий, чтобы не было пустых пространств. Красиво! Вот так. Вот, соответственно, следующий еще ниже. Можно даже немножко по кисти... Не видно, да? Вот так, чуть-чуть продлить синий, да. Вот так. Здорово, красиво. И можно конец завести сюда немножко, да? Как бы немножко отогнуть его, да? Отогнуть, да. Вот так. Лариса нам пишет, я пока только смотрю и вдохновляю. Ой, как я рада, как я рада, что я подаю какие-то идеи, а вы вдохновляетесь, потом работы, удивительные работы, смотреть просто одно удовольствие. А ты знаешь, это действительно увлекает, когда ты смотришь на вот эти краски и на то, как происходит некоторое такое волшебство рождения. Вот цветка, скажем так, на твоих глазах. Это прям вот как-то... Вот я тебе говорю, я сижу, мне хочется тоже бросить и взять кисточку и порисовать. Очень красиво. Так, Нета говорит, я расписывала стену в подъезде. Вау, ничего себе. Стену, что, росписью прям? Нета, интересно. Я просто как-то видела в подъезде именно, ну прям картины, прям вот кто-то там, видно, живет, близкий к художествам. И прям вот такие вот, знаете, целые произведения. Прям пейзажи, да? Да, да, типа березы, речка, вот такое вот. Что мы делаем? Мы еще внутрь можем добавить, если мы видим, что пространство большое, да, мы можем еще добавить, допустим, листочек. Вот, допустим, вот где-то так. О, как красиво. Красиво. Просто техника ванстрок, да, двойной мазок, там используются другие кисти, там используются плоские кисти. Да, кто-то написал в чате, что плоские кисти расписывают. Да, 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 это ванстрок. Здесь же используется круглая кисть, пользуется кончиком, да, и получается растянутый мазок вот этот вот, да, оттяжка. От цвета идет. Вот такой вот элемент, и мы делаем сейчас прорисовку нижних лепестков. Ой, как красиво. Прорисовка нижних лепестков, те же самые красочки. А вот это пустое место, это дальше будет, да, рисоваться? Да, это будет, сейчас она немножко закрепится, красочка, это будет следующий цвет, чтобы делать вот именно вот это свечение, да. Ну, здесь как бы, что можно сделать? Можно немножко его заволновать. Ох ты, как красиво. Вот так, да. Я надеюсь, девочки все, и мальчики все видно. Даже нам Любовь пишет. Получается! Видимо, Любовь делает кожу одновременно. Вы сами делаете? Обалдеть! И, видимо, вместе с нами рисует такие красивые цветы. Но это, говорит, рисовала Эльбрус. О, горы, снег, вау, круто! Да, честно говоря, когда я смотрела сама вебинары, да, ну, как зритель, не как мастер еще, я не могла повторить работу параллельно с мастером. То есть, как бы… Тяжело. Да. Потому что нужно послушать, что он скажет, а одновременно ты же не знаешь, какое следующее действие, и сложновато. А тут человек делает, и получается, я очень рада. Здорово. Ну, где не хватает цвета, допустим, да, мы можем немножко донести цвет. Тут мне хочется синего добавить. Да, хочется какие-то такие. Вот, как раз, да. Вот так. Ой, красиво! Да, хорошо получилось. Вот такой цветочек. Дальше у нас идут нижние лепестки. То есть, что мы делаем? Мы заполняем, мы заполняем фон, да. Пространство, да, все это обрисовываем красиво. Ммм, вкусно так. И как у тебя, главное, так легко получается? Берешь там, мукаешь… Не, ну, не без этого я, конечно, тренировалась на бумаге. И тренировалась на котиках? Да, да, да. И не один. Вот видите, следующий мазок. Он как бы поверх… Каждые лепестки перекрывают приведущие, да? Вот так вот. Прям цветок такой какой-то фантазийный даже, я бы сказала, ты знаешь, какой-то голубоватый. Хотя, ты знаешь, не совсем фантазийный. Сейчас каких только хоризонтемы голубые, да? Орхидеи. Орхидеи голубые. Голубые вообще этот цвет внедряется в цветах как-то, ну, с помощью красок, подкрашивая воду там, подкрашивая удобрения. То есть начинают внедрять этот цвет. О, классно. Вот так вот. Обалденно. Так, дальше у нас пойдет другой, другие оттенки. Так, а надо сушить? Принести фен, подсушить? Ну да, наверное, да. Давай подсушим. Буквально там полторы минуточки, да, и полтора земляку подсушим. Давай я сейчас чуть-чуть подсушу. Сейчас я подсушу. Ну, как бы пробовала я разные оттенки. То есть и розовые оттенки, и оранжевые оттенки, и смесь вот светлой, светлой серединочки и темного края. Очень интересно смотрится. Ну, в принципе, да, вот что-то вроде этого. Вот видите, да, тут розовые, допустим, розовые лепестки, желтая середина. Более темная, так, бирюзовая такая, допустим, бирюзовые края и зеленоватые, биресо-зеленоватые середины. Ага. Ну что, да, подсушим немножечко. Мы чуть-чуть сейчас отключимся, на буквально секундочку, и немножко подсушим наш цветок. Спасибо. Спасибо. Пока мы сушили, мы прочитали вопрос от Аниты. Она говорит, в этой технике нет определенного числа лепестков, все свободно, это вопрос. Конечно, нет определенного числа лепестков, потому что, вот видите, здесь работа, да, здесь, допустим, по три лепестка снаружи, причем расстановка лепестков разная, да, то есть и вот такая перистая, да, в одном направлении. Смотрите здесь, тоже цибулька, только другая вариация. Да, здесь другая немножко техника, здесь идет сначала желтая серединка, в виде круга рисуется, прям кружок желтый, и дальше заполняется вот этими вот, покрывается вот этими лепестками, да, добавляются тычинки и нижние лепестки, вот. Соответственно, количество лепестков разное. Вот такая цибулька, видите, вообще как хризантемка, да, наверное. Цветов, наверное, много разных, поэтому вот насколько будет закрытый, открытый. Посмотрите, вот такая техника, ну здесь не сильно видно на камеру. Ой, тут вообще она закрыта и много-много, да? Тут столько-много лепестков мелких-мелких, поэтому... На ваше усмотрение. Это ваша фантазия, как вы себе придумаете вот такие цибулки, я вам уже их показывала, да, очень красивые. А здесь прям цветок как-то в одной вот голубоватый весь, да, практически? Она была голубоватый, ну, за счет выделения, за счет листового фона, да? Что мы будем дальше делать? Нам нужно выбрать серединку. Так. Может быть, вы мне поможете... В выборе серединки? Да, что здесь будет за серединка? Может быть, желтая с голубым. То есть у нас желтый вариант, а еще какой? Может быть, будет белая с зеленой серединкой, может быть, красная, может... То есть у нас вариант желтый, но зеленый как-то серединка, зеленая нет, а вот желтый... Интересно, с голубым какой? С зеленцой, да. А, с зеленцой, так, чуть-чуть. Да, с зеленцой, да, можно. То есть какую берем, желтую с зеленцой или беленькую, да, еще как вариант, белую, белесую уходящую, да? Белая-то получится почти такая же, но все равно добавление синего будет. О, смотри, Лена Якимова пишет «желтая с оранжевая». Лена, спасибо за этот правильный выбор. Желтая с оранжевая? Ну, у нее желтый цвет. Так. Лена, наверное, сразу как художник именно фотографий, как фотохудожник. Желто-розовая. Вот, пожалуйста, желто-розовая, прикольно, да. Так, еще, еще, еще накидывайте, накидывайте. Сейчас будет, о, желтое с красным, смотри-ка, вот, смотри, как у девчонок фантазия взыгралась. Да, вот, видите, а вы спрашиваете количество лепестков. Желто-зеленое. О, с зеленцой, вот, пожалуйста. Так, ага. Нужно желтое с зеленым сделать, потому что у нас зеленью золото. Немножко с зеленцой. Мне хочется добавить тепла, то есть желтый. Леночка, спасибо за желтый цвет. Давай. У нас просто на палитре мы как раз желтые думали. Вот видите, Зоя заранее капнула желтый. Ой, да, кстати, да, я даже это самая, правда. Да, у тебя уже заранее желтый цвет есть. Так, желтый немножко смешаем с белым, приглушим его немножко. Лену начали поддерживать, и Кимов говорит, да, Леночка, ты права, желтенький, желтенький. Лена тяжело не согласится. У девчонок, конечно. А кто сказал желтый с зеленым? Желтый с зеленцой. Мария сейчас написала. Мария, спасибо, я с вами солидарна. Нина говорит, желтая с розовым. Яна написала желтая с зеленцой. Это оранжевый говорит. А Инночка пишет, подожди, Инна, Инна, так, в Ростове что-то. В Ростове подъезд украсил своими картинами художник. Константин Николаев. Это Ростов Великий или Ростов-на-Дону? Какой вы Ростов имеете в виду? Ну, наверное, про наш. Я прям схожу в этот подъезд. Если у нас. Адрес, точный адрес? Да, если у нас. Давай чуть-чуть поярче желтый. Поярче, да? Да, чтобы на камеру было видно немножко. Потом и тут нам с тобой хороший цвет, а камеру, может, не увидим. Ага. Ну что, с зеленцой? Или с голубей Зоя? Не знаю, ты решаешь. Нам тут вариантов много накидали, Зоя. Смотри, какие тут варианты. Желтый с зеленцой преобладал, я бы так сказала. И желтый с розовым преобладал. Давай. У нас пробный мазок на бумаге. Опа. Ух ты. С голубим. Так, сейчас. Давай с зеленым пробуем. То есть мы берем варианты Ростов-на-Дону. Ага, ну отлично. Обалдеть. О, с зеленым красиво, мне нравится. Ну давайте с зеленым. А ну-ка, ну девчонки пусть посмотрят еще. Вот смотрите, мы попробовали на краешке, видите, с зеленым и с голубым. Да, желтый холодный получается с голубым. Он как в сероватый. А, и желтый с зеленым. Да. Знак работи можно представить. Ну с зеленым прям ярко, да? Так это... Ну да, ярко-ярко. Ну давайте с зеленым, наверное, да? Или как? Давай. Давай? Давай. Ты согласна? Ну зеленая серединка, я бы так, знаешь, как ее сказала. То есть цветочек, который только раскрывается, знаете, когда... А, да, она зеленая. Да, да, вот если посмотреть на бутончик, он немножко зеленоватый, прежде чем он набирает цвет и прежде чем он полностью раскрывается. Так, что мы делаем? Значит, начинаем. Вот у нас листочки, у цибульки, листочки, да, внутренние уже пошли. То есть они один над другим. Если так посмотреть, то линия, в принципе, параллельная. Ну то есть окончание один над другим, да? Вот если слои рассматривать. Вот мы и рисуем, значит. Вот так. И вот завершаем. Вот так. Угу. Так. Селененький. Красивый. Не, ну желтый, желтый с голубым, это, как знаете, голубое небо и солнышко, вот примерно так. Поэтому это классное сочетание. Так, нужно чуть-чуть его. И, наверное, голубой с розовым будет классно, как, знаешь, на небе, когда закат. Да, голубой с розовым очень красивое сочетание, да. Вау, красиво. То есть мы внутренние прокрасили, да? Да, мы прокрасили внутренние, да. Что можно сделать? Можно чуть-чуть, как бы, поиграть и донести маленький извилистый лепесток, как бы, наружу, да? Как бы, наружу, да? Так, чуть-чуть водички я немножко нанесла в краску. Чуть-чуть, буквально на кончике кисти. Делаем такие, как бы, сливочки, сливочки. Вот. Да, мягкая кисточка, вот видно сейчас, что она влажная. Набралась. То есть и краска не комкуется. Ой, какой цветок красивый. Даже просто можно разрисовать. Так. Очень красивый. Ну, честно, вот я не знаю, почему, то ли как-то это. Я выбираю техники, я прям удовольствие такое получаю, прям медитативное. То есть что вот в лепке я люблю лепить, да, что вот в рисовании. Я прям техники, то ли техники выбирают меня, то ли я техники, непонятно. Значит, нам Оксана говорит, как-то на общем фоне много желтого получается. А потому что золото у вас сильно блестит. У вас золото, девчонки, сильно блестит. Вот, смотрите, вот видите, вот у нас так же выделяется цветок сейчас. Вот сейчас, видите, под этим углом. Он прям горит, видите. То есть здесь от освещения, девчонки, немножко искажается картина. Да, то есть вам сейчас вот, если я положу, да, сильно засвечивает золото, и кажется, что прям рябит. А когда по-другому, вот видите, цветок, он раз и выделился прям яркий. Да. У нас золото немножко более блекло, а цветок очень яркий получается. Ну, опять же, я просто показываю технику, цветовое решение за вами. То есть вы прям можете... Хотите, можете делать на розовой сетке. Да, 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 это прям... Значит, девчонки присоединяются к такому вопросу. Порядок набора краски на кисть. Светлая, конец темный. Либо темная, конец светлый. Ну, давай, ты сейчас макаешь, макаешь, показывай. Смотрите, вот у меня разведенная краска, желтая с белым. То есть не ярко-желтая, которая лежит, ну, вам, конечно, одно и то же кажется, да? Нет, вот так, вот так вот. Да, вот здесь вот это, это разведенная с белым, она чуть-чуть бледнее. За счет добавления белого получается вот этот эффект свечения, видите? Как подсвечен цветок такой. Итак, берем эту кисть. Вот, макай ее полностью, чтобы кисть была загруженная. И кисть будет у вас служить только для росписи, ну, потому что она забьется просто краской, да? Вот, полностью кисть загружена и хорошо напитана основной краской. Если у вас это светлое, значит, кончик кидаем в темную, в контрастную цвет. В нашем случае кидаем. В нашем зеленую. То есть рядом зеленая, которая не разбавленная, да? Не разбавленная, вот. Буквально кончик. Вот, я кончик положила, не знаю, как вот показать. Вот, видите, кончик. Угу, видно. Вот, все. И продолжаем. И окончательный, последний, да, вот этот вот в серединке поставили. Ух ты, какой красивый, боже мой. Зоя, как это красиво. Можно немножко разбить. Последний штрик. Ух ты, да. У меня какой у нас цветок тут, посмотри. Вот, красавец. Та-дам, да-дам. Красавец. Можно добавлять цвет этот же, да? Можно белый добавить. То есть дальше идут прорисовка мазков. Сейчас. Повторили по этому? Да, повторили, да. Вот Мария нам говорит, видела живые хризантемы с желто-зелеными лепестками. Не смогла пройти мимо. Причем зелеными были кончики лепестков. Да, это вообще. Это так безумно красиво. Ну, вы представьте, вы освоите вот эти вот листики на цебульке и хризантемы в ваших руках, понимаете? Какие хотите, хоть с зелеными, хоть с коричневыми кончиками. Это будет шедевр. Вот Ирина нам говорит, добрый вечер, только вошла. Как результат тут творится. Теперь думаю, что же мне схватить расписать так красиво. Я вот хочу показать, что можно добавлять, там, допустим, белый цвет, да? Внедрять, да, ничего. Вот сейчас вот сухой. Да, сухой. Прямо видите, да, что краска не тянется за кистью. Вот. И, ну, растягивать его, да? Ой, как красиво. Смотри, как он обогащает, да? Смотри, как вот сегодняшний. Она белый, он не становится. Да, выпуклый белый цветок, да? Здорово. Очень красиво. Дарья нам пишет, почему-то ей не хватает красного. Дарья, добавьте красный. Если вам его не хватает, добавьте, не сдерживайте себя. Так, можно сюда донести белый. Чем мы завершаем цветок? У нас обязательно надо выделить серединку. И в этой технике серединка выделяется темной краской. О! Всегда. Да, ты что, да? То есть, вот видите, вот видите, вот здесь вот серединка, она прорисовывается тонкими темными линиями. И за счет этого, получается, это тень, да? Вот, видите? Да, вижу, как будто она как основание. Да, основание. Как будто вот это дает тоже объем цветку, да? Вот здесь вот тоже. Ну, нет, здесь не видно. Ой, хочется, чтобы показать. Спасибо, получается, вот смотри на камеру, глянь, как вот цветок прям такой объемный. Вот под этим углом видно, что золото не зашкаливает, оно не сильно яркое, а цветок прям просто бесподобный. Ну, вы знаете, вот почему я выбрала эти цвета? Потому что они яркие, вам виднее, как бы. Да, вы могли сделать более приглушенные. Ну, потому что вот я как вижу, да, ну, нет, мне эти цвета тоже нравятся, но они как бы более, ну, как, презентабельные для вас, чтобы вы видели, что, как работа проходит. Так, Наташа, наверное, поближе. И пошла прорисовка наших лепестков. То есть, мы видим, да, мы помним, сколько лепестков у нас было. Ну, и, соответственно, почти все лепестки проходим вот таким вот мазочком. Не видно, да. Видно, видно, все видно, Зоя, видно, да. Вот ты мазнула, все видно прекрасно. То есть, темный краешком, да, кисти. Да, да, можно взять, в принципе, двоечку, да, можно там взять тоненькую кисточку. И как бы вот, если посмотреть одну сторону цветка, она как бы становится более какая-то, вот что-то там добавляется. Конечно, объем добавляется. Он интереснее становится, я бы так сказала. Чем меньше мазков, тем как-то он проще смотрится, цветок. Чем больше ты добавляешь вот этих каких-то перетеканий, каких-то мазков, тем он усложняется, усложняется. Прям вот, прям вот. И когда он дорисуется, вообще непонятно, с чего все начиналось. Ну, такая красота, да? Да, где начало было. Да. То ли с серединки, то ли с конца, то ли снизу. То есть, интересно очень. Не забываем и внутренние лепесточки наши, да? Надо водичку, подсыхает краска. Можно пользоваться, девочки, мальчики, разбавителем, да? Да, замедлителем. Да, замедлителем высыхания. Медиумом. Мила нам говорит, Зоечка, как же красиво. Спасибо, Милочка, за поддержку, потому что действительно очень красиво. Я сама сижу и балдею от того, как Зоя красиво рисует. И еле себя сдерживаю, чтобы не бросить камеру и не начать рисовать. Не бросай, она у меня упадет. Очень красиво. Вот так. Конечно, можно здесь еще как бы углубиться, там что-то дорисовать, эти все нюансы. Ну, как бы эфирное время, да, вы сами понимаете, что у нас еще здесь доработка, небольшая доработка. Мы можем дорисовать, мы можем дорисовать маленькие нюансы голубой краской, да? И подсушим, да, потом чуть-чуть? Или сейчас надо подсушить? Нет, я не буду затрагивать цветок. Ага. А то просто мокрое все, я боюсь, чтобы ты его не... Такую красоту не... Так, 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 так. Такая красивая капелька. Что это будет? Это просто вот такой вот, как дальше пошел декор, заполнение фона, да? Это вот капельки вот эти, да? Они могут быть все меньше и меньше. Ну, что-то у меня синий надо подразумевать. Да, я его чуть-чуть вот подразумеваю. Да, замедлитель высыхания прям, да, прям просится. Подсыхает краска. Вот так, сейчас. Вот так. Можно беленький добавить тоже, чтобы он поярче был, да? Вот, вот, наверное, вот этого, да? Ага. Вот, вот, красиво, да. Вот, то есть вот такие вот... Это как бы осложнение вот этого простого, вот этих вензелечков, правильно? Да, 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 да. Здорово. Так. Поверну работу. Вообще, как бы в росписи, да, там есть специальные круги, которые вращаются. То есть работа не крутится вот так, а крутится на круге. То есть на вращении. Поднос есть. Да, и рука, ну, как бы опор на стол. Ага. И рука держится. Не на весу, а как бы на подставочке такой специальной. Да, да, да. Там есть свои технологии. Слушай, ну тебе вообще сложно, ты ещё и разговариваешь, когда рисуешь. Это вообще, то есть как бы, ну, тут надо сосредоточиться на мазке. Ну, да, хочется затаить дыхание. Да, да, а тебе приходится ещё говорить, чтобы делать этот мазок, усложнение. Ничего. Зато как я буду потом вдохновляться вашими работами. Я надеюсь, вас тоже как бы захватит эта техника. Ну, и правда же, это же выход из положения, когда нет распечатки, а хочется, да. Ну, ты знаешь вообще, вот почему мы рисуем, да. Почему нам нравится рисовать, работать с красками. Ну, соответственно, да, как бы свою какую-то историю, да, рассказать. Индивидуальность работы повторить. Так, и последний штрих. Ну, конечно, вы, наверное, будете на меня ругаться, но мне почему-то хочется золота. Золота? Да. Вот. Ещё в этой цибульках, в таких цибульках, где ещё? Вот, наверное, здесь видно. Нет, не видно. Нет, на голубом не видно. Вот, точечки, видите, вот там, где мы прорисовали наши тёмные места, а здесь вот точечки. Ага, на тёмные дуби. Это как бы тоже имитация тычинок. Ага. Вот. Ну, я как бы добавлю золотом, соответственно. Ну, такие кружочки, да. Вот этот шаг, вот этот шаг уже можно делать контуром. А. То есть по цветку. То есть когда цветок закончен. Да, по цветку это уже можно делать контуром. И кружочки идут на уменьшение. То есть центральный, самый широкий. Дальше они идут всё тоньше, тоньше. И вообще, ну, как бы в точечку маленькую перестать. Видно, Наташа? Ну, последние точечки не видно. Ага. Первые ещё как-то видно. Ну, во-первых, ещё золото, да, то, что... А, оно не такое, да, оно не такое яркое, как жёлтый. Ну, нужно тоже контрастный цвет, да. Значит, Любовь нам пишет на тарелку влажную салфетку. На неё пергамент. И только потом краски. Краски тогда не сохнут дольше. О, точно. Вот тебе, пожалуйста, замедлите. Да, 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 да. Здорово. Увлажнение такое, нижнее увлажнение, да. Не видно ничего. Нет, видно точки. Вот под определённым углом, когда ты попадаешь, видно. Цветок обалденный, настоящий хризонтель. Ну, сейчас, наверное, подсохнет ему надо. Давай чуть-чуть подсохнем, да? Я уже потом рукой ничего не свезла. Давай, подсохнем. Ага. Так. Пока у нас будет... Давай я подсохну. Да, пока у нас будет сохнуть наш цветочек, наверное, я вам расскажу о своей новой обучающей программе. Что это такое у нас? Вот такая вот шкатулочка. Такая монепутинка. Вот такая маленькая шкатулочка, но очень такая с историей. Вот такая вот, не знаю, винтаж не подходит, наверное. Нет, это у нас с тобой французский шик. Какой винтаж? Ну да, это средневековье, да, скажем. Рока-барокко. Поэтому, в принципе, и название у неё французский шик. Вот. Что это такое, Зоя? Значит, что это такое? Ну, это самая элементарная, дешёвая деревянная заготовка. Но эта заготовка, она простой формы, абсолютно простой формы. Соответственно, что мы здесь делаем? Мы создаём объём. Вот этот вот объём. Мы изменяем форму. То есть, вот это объём, который ты внедрила? Да, вот это всё элементы, это всё моя любимая глина ДАС. Вся шкатулка сделана из глины. То есть, основа деревянная у неё, но форма изменена абсолютно. То есть, вы видите внутри, но не видно, что деревянная? Да, закрашенном там дерево. Это деревянная шкатулка. Простая была крышечка прямая, с обычной абсолютно ручечкой. Вот. Простые формы здесь, прямые бока были. Ну, вот такое вот чудотворение. Что здесь ты делала? Вот покажи, пожалуйста, вот как бы поподробнее, что здесь. Все вот эти элементы, все эти элементы, металл, вот эта чеканка, лента чеканенная, все вот эти вот мелкие нюансы, да, вот эти вот перепоночки, листики. То есть, это всё лепилось? Это всё лепилось. Я показываю, как, и всё это очень легко и элементарно. Особенно меня интересует вот этот вот, вот этот вот кантик металлический. Этот кантик металлический, это... Ой, у нас там салют начался. Да. На улице салют. У нас, как бы, такая получилась задача, нам надо было сделать этот кант, и так получилось, что кухонное приспособление нам в этом помогло. То есть, материалы сюда, ну, не материалы, а инструменты. Инструменты в этой работе использованы просто подручные. Это никаких специализированных там стейков, каких-то там специальных вырезающих форм, чего-то нет. Абсолютно всё у вас на кухне, всё под рукой. Ничего специального закупать не надо профессионально. О, вот интересно, Алёна нам пишет, она нам говорит, Зоя, как было бы интересно узнать, как вы пришли к такой лепке, «Как учились и где черпаете вдохновение?» Вот откуда вот это вот родилось? Скажи, пожалуйста. Алёна. Алёна, вы знаете, черпаю вдохновение из старых работ. Шкатулок 17 века. То есть, старинные работы, они вообще вдохновляют. Это история, вот это вот богатство, шик, вот этот вот… Борочность, да? Да, да, да. Но не только барочность. Вообще, в принципе, любая старина очень вдохновляет. То есть, хочется вернуться к этим истокам, к этой загадочности, да? Ну, у нас ещё получается, вот понимаете, как сделать заготовку вот такой, которая тебе нужна? Потому что хочется вот эту пузатость какую-то. Хочется вот этих элементов, но их нет, этих элементов. И Зоя, когда она вылепила это, то есть, вот эти все детали, всё это, всё решилось. То есть, это уникальная практически, ну, как бы заготовка сама по себе. Вот такая шкатулка нигде вы не найдёте вот с такими вот как бы элементиками. И даже нельзя повторить из каких-то фурнитурных моментов, да? То есть, вот это, расскажи про крышечку, как вот здесь вот. То есть, вот это какая-то готовая конструкция? Нет, крышка, всё это, просто обычная крышка, обычная ручечка. Обычная прямая ручечка, ну, то есть, как бы ничего особенного. То есть, ручка у нас полностью сделана сами, сами. Мы сами это сделали. Вылепили её полностью. Да, все вот эти элементы, вся вот эта основа, вот эти вот, вот эти вот листики вензеля. Металлические, да? Вот это вот ограничение вот этих вот объёмных элементов вместе с вот этими вот клёпочками, да? Всё это лепка, абсолютно, всё руками, индивидуальная получится у вас работа. То есть, получается, крышка тоже вся-вся вылеплена, всё? Абсолютно вся, каждый элемент отдельно лепка. И прорисовка, детально всё. И материалы, и инструменты очень-очень доступны, очень доступны. Глины, глины здесь ушло, ну, наверное, ну, за счёт того, что эти элементы объёмные, ну, грамм 200, ну, от силы. Нет, 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 не 200, грамм 100, грамм 100, потому что маленькая заготовка, 100 грамм. То есть, получается, что вот здесь вот этим сымитировано и вот это? То есть, вот эти пузатости? Ну, здесь, конечно, пузатость – это, ну, мы хотели приблизиться к камню, ну, как бы окрашивание не очень сильно придавали значение, потому что здесь может быть что угодно. То есть, оформление вот этой выпуклой части, каменной, может быть, как угодно. То есть, либо это будет декупаж, это будет типа фарфоровая шкатулка, да? Может быть, какие-то пейзажи, да, старинные. То есть, декупаж прям наклеить, ты имеешь в виду картинку, да? Конечно, декупаж, картинка, салфетка тоже очень... Ну, тут мелкая картинка на нашей шкатулочке. Нет, ну, может быть, какой-то вензель, да, какой-то, или там... Пейзаж. Элемент, да, пейзаж. Что здесь может быть ещё? Лаковая распечатка. Тоже сюда абсолютно ляжет прекрасно, здесь элемент, ну, как бы... Мы уже подумали, на какой заготовке ещё это могло бы бы использоваться. Куда можно ещё вот помимо... Мне, что самое главное в этой шкатулке, она малюсенькая, вот вы видите, да? Вот, вот, Зоя её держит в ручке, да? Вот если бы попросили вас, как бы, задекорировать её, ну, что можно придумать на такой малюпусеньке? Боже, да её можно сделать просто, ну, можно сказать, такой прям в огранке алмаз, вот так я бы его сказала. Глина, вот что за глина, Наталья, интересуется? Это запекаемая глина? Нет, это глина самозатвердеваемая, это масло ДАС, очень мною любимая. Я показываю всем мельчайшие нюансы работы с этой глиной, как с ней подружиться, она очень прекрасна в использовании, вы видите, насколько мелкие детали я из неё леплю. Вот вообще. Если поднести, вот видите, вот эти перепоночки, это всё тоже из глины, то есть, это просто элементарно вспоминаем детский сад, то есть, ну, как бы, получаем удовольствие от лепки. Тоже медитативное занятие. Здорово. Лена наша пишет, Зоя, я в шоке, какая красота. Лена, ты не представляешь, как мне нравится эта шкатулка, она просто, ну, вот действительно, ощущение, как будто прямо у самой царевны стояла в Петрограде где-то, где она хранила самые дорогие её бриллианты. Мне всегда хотелось сделать вот, вот эта выпуклость, вот это вот как бы обыграть, и Зоя решила эту проблему именно лепкой. Да, элементарно, всё очень элементарно, я всё подробно рассказываю, как добиться вот этих вот, ну, гладкости, да, надувлений, да, то есть, это всё, ну, то есть, вы это повторите, это, это сто процентов, и переплюните меня, это тоже сто процентов. Ай, Нина говорит, я ещё от вашего петуха не отношусь, такая прелесть. Боже мой, Нина, вы не представляете, мы когда вылепили, мы просто, вообще, Зоя, я говорю, Зоя, это просто красотища. Где ещё мы могли бы применить? Мы продумали про, например... Конечно, конечно, и шкатулка. Вот у вас на шкатулке ручка, да, да вот, буквально ручка оформлена прямо вот таким элементом, да. Дополнена выпуклыми элементами боковины, да. Бутылка, горлышко меньшими элементами, сделан объём фактурный, основание большими крупными элементами, да, и заполнено вот такими металлическими вставками. Ну, я считаю, это шедевр получится. Нету, понимаете, замена любой фурнитуре и любой металлической штучке. Особенно, когда Зоя придумала, как сделать вот это, вы когда увидите в мастер-классе, вы просто обалдеете. Мы просто сидели и думали, ну как, как нам сделать эту огранку? Мы применяли всякие... Ну, вот всё, что мы находили, это не подходило, не подходило. И тут Зоя приносит такой простой пример. Говорит, ну, давай вот так вот сел. Я говорю, боже, Зоя, так просто это сделала. Всё очень бюджетно, и, ну, результат на выходе, я думаю, любому человеку, любому там, юбиляру даже, да, мне приятно получить подобные вещи, да. А мы ещё продумали, что если вот, например, на яйце сделать, яйцо фаберже, это будет... Есть шкатулки в виде яйца, то есть её можно задекорировать таким образом. И яйца, вот у нас пасхальная тема, да, в дальнейшем будет. Пожалуйста, яйца, ну, оформляйте в таком виде. Здесь сделать, можно прорисовать металл, металл... Камень, 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 камень. То есть это может быть нефрит, это может быть мрамор, да, там, или там, малахитовое лицо, да, это будет просто вообще красота. Здорово. Вот, вот такое. Просто потрясающе, всё лепко. Потому что, когда я показала Гале в акуле, она сказала, она сказала... Галя сказала, говорит, ну что, классная как бы заготовка? Галя, это не классная заготовка, это всё вылеплено. Это всё вылеплено. Здесь абсолютно прямая заготовка была, деревянная, абсолютно вообще ничего не выдающаяся, простенькая. Да, и абсолютно прямая крышечка со срезанной ручкой. Да, срезанная ровная. Вот это вот мы всё это долепливали. Всё долепливали, основание фиксировали. Я показываю, как всё это, все элементы фиксируются. Тоже абсолютно подручным материалом, да. То есть, если кто-то покупал мастер-класс по петуху, вы знаете, что я всегда гонюсь, чтобы это было всё бюджетно. И то, что под руками. Хорошо. Классно. Вот такое вот у нас предложение. Предложение, да. Порадовать себя, порадовать других вот таким вот, скажем так, 17 веком. Французским шиком. Что здесь ещё интересно, мы полностью вживили нашу глину в поверхность нашей заготовки. То есть, стыков абсолютно не видно. То есть, она как единая целая, как единая металлическая деталь, да. Допустим, основание металлическое, да. Она единая. То есть, это не что-то отдельно лежащее. Соответственно, и вот этот обод, да, на горловине, да, вот этой вот. То есть, он полностью как бы цельный. Кажется цельным. Да. Ощущение, как будто это вот прям металлическое. Ну, соответственно, и крышечка вот. Да. Здорово. И у нас перекликаются ещё элементы, да, вот на крышке, да? Конечно, связь элементов обязательно, да. То есть, у нас связаны элементы. Это и крышечка, и дальше пошли вензеля, да, вот эти вот на металлической, накованных вот этих вот элементах под металл. Вот. Соответственно, вот эти клёпочки у нас. Всё связано, чтобы композиция смотрелась в целом. Классно, здорово. Надеюсь, моё предложение вас заинтересует. Здорово, классно. Мне очень нравится. Я от летки получаю неимоверное удовольствие. Это тоже вот это медитативное занятие. И выход на, ну, как бы, результат на выходе всегда, всегда впечатляет, всегда впечатляет. И это всегда уникально, обратите внимание. Сколько нам прислали петухов? Петухов все разные, все уникальные, все клёвые вообще. Какие работы и какие-то нюансы свои вносят. Ну, просто я поражена. И восхищена. И восхищена, да. То есть люди сделали это, да? Здорово вообще. Многие люди тоже не брали никогда в руки глины. Писали прям первый раз. Зоя, благодаря вам, взяла первый раз в руки. И вот присылаю вам, не судите строго. Строго никого не судим, ребята. Восхищены. Судить нечего, да. Там прекрасные работы. Ну что, продолжаем, да? Да, продолжаем. Так, я надеюсь, чуть-чуть подсохло. Посмотри, пожалуйста. Если нет, будем подсушивать. Да, подсохло. Подсохло. Отлично. Так, что мы делаем дальше? Мы сейчас, мы сейчас, мы, наверное, сделаем небольшой цветочек вот здесь посередине. Вот. Или, может, маленький два бутончика. Давай. Я согласна, Зоя. Ты согласна? Да, давай, я согласна. Раз ты согласна, что замечательно. Где наши кисти? Я твой самый ближайший зритель, я согласна, Зоя. Вот. Ну, я предполагала, здесь один цветочек, но не знаю даже. Или маленький с листиками. Наташа, как посоветуй, что сделать? Маленький цветочек. Или листиками вот сюда завершить. А давай спросим у девчонок наших. Девчонки, итак, два варианта. Девочки, рассказывайте, что я прям, либо маленький бутончик сюда с небольшими листиками, либо просто листы положить. То есть зелень, зелень, добавить зеленых листиков, больше уйти, как бы поддержать цветок на зеленой подложке, такой вот в листях он. Или больше уйти в цветочные, наверное. Мы все согласны. Мы все согласны с чем? Со мной согласны. Спасибо, Мила, за поддержку. Листики, листики, маленький бутончик, Лена Екимова пишет. Так, маленький бутончик, листья с бутоном, так, хорошо. Зелень, листик. Хорошо, маленький бутончик с листиком. Да, всё, принято, принято. Принято, все хотят листики и маленькие бутончики. Пожалуйста, Зоя, воспроизводи. Ну, соответственно, цветовая гамма та же самая, да, ну, изначально голубой цвет. Не подсохла у нас? Подсохла. Подсохла. Давай поддобавим, что-то, это у нас всё. А, водичка. Это... Разбавитель? Замедлитель, да. Да, я всё-таки решила, если его использовать. У нас другие цветы не получатся, если замедлитель добавлять, как? Да нет, я не видела разницу. Нет? А, просто высыхать не будет, да? Да, да, да. Всё сразу, правильно, Галина, полностью поддерживаю. Всё сразу, да. Всё сразу. А то вот это вот покажут листики, а бутончики не покажут. Вот это секретики там всякие скрывают. Маленькие бутончики. Так, ну, в принципе, бутончик – это та же серединка, грубо говоря. Вот, та же самая серединка. Единственное, что можно сделать крайние листики потемнее. Мария предлагает листья с бело-розовым бутоном. Всё-таки розовый просят внедрить. Розовый хотят, народ розовый хочет. Ну, розовый надеть. Добавляйте, Мария, добавляйте, не стесняйтесь. Как бы, может быть, плохо видно на камере, но мне кажется, розовый здесь с зелёным вообще. Да, это получается уже четвёртый или пятый цвет, поэтому будет пестрота. Я бы, конечно, с удовольствием, но мне кажется, это уже будет перебор. Надо было, наверное, начинать всё-таки, да, розовыми делать. Ну, красивый цветок, голубой цветок. Ну, я шла по контрасту, да, чтобы было виднее, как бы, ну, с той точки зрения. Голубой! Хорошо. Так, это мы рисуем что? Мы рисуем бутончик? Это бутончик, да. Это вот крайние листочки, да, то есть, грубо говоря, да, вот здесь вот, да, вот эти вот бутоны. Это крупный бутон начал рисовать, не? Крупный, да. Мне кажется, он как цветок пошёл. Ну, нет, нет, это самый большой листок будет. Давай, уменьшай бутон свой, чтобы он был бутоном, а то, получается, как цветок нераскрытый. Так он и есть там, как цветок нераскрытый. Вот это петриковская розовая. Вот, видишь, Юля говорит тоже, розовый не в тему, непонятно к чему, ну, хорошо, Юлечка, мы вас поддерживаем и розовый оставляем для другого, скажем так, вот если взять другой, всё-таки в цветовой эти гамме. Ну, надо было, да, просто начинать с розового оставляем. А, всё, кисточку уронили. Аккуратно смотри, он синий, да. Давай, вытирай. Большая авария. У нас синий красный, синий цвет пошёл на одежду, как Зоя. Да, и песенка такая есть, я рисую на спине. Да. Так, что у нас дальше? И дальше идёт на высветление. То есть можно добавить беленького. Вот вы видите, беленький на кончике, да? Да, вот он беленький, голубая кисточка и беленький на кончике. И можно, в принципе, поэкспериментировать, добавить чуть-чуть жёлтого, но видно не будет, конечно, сильно. Вот, и пошли внутренние лепестки. Лена, я кинула тебе поддержку, она говорит, Зоя, не волнуйся. Голубой прекрасен просто. Я тоже с тобой, Леночка, согласна помнить. Вот, ну, как бы хочется удовлетворить запрос, но иногда работа, конечно, диктует своё. Так. И чуть-чуть жёлтого добавляю, ну, как бы, чтобы связать чуть-чуть немножечко тот цветок с кем, с этим, с тем, с этим. Вот, с ближайшим циадом. Да. Можно чуть-чуть поиграть цветовым решением, да? Вот, и, допустим, на кончик добавить синего. То есть здесь, получается, нет жёлтой серединки, вот как в цветке, да? Да. Дальше уже идёт прям, ну, как высветление, да? Вот, влажновато. Вот здесь вот важно, конечно, не переборщить. Видите, здесь сливание цвета пошло. Либо подождать надо, потому что пере... Как это сказать? Много добавила. Да, очень красиво. Очень хорошо. Нянька, здорово. Какой красивый, голубенький цветочек. Вот. Ну, прекрасно. И манюсенькие вот такие вот нюансики. Здорово. Просто здорово. Слушай, давай яйца порасписываем, да? Яйца? Я всё, я, я всё, Зою, блатун на яйца. Никак я её не, 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 не привлеку к яичной тематике. Ну, просто, представляешь, какое яйцо мне надо расписывать, чтобы людям было видно? Это страусиное точно. Да я бы не сказала, что ты сейчас очень крупный цветок рисуешь уж прямо. Вот. Ну, в принципе, вариант. Ты знаешь, кстати, вот яйца, ты говоришь, страусина, мне привезли яйцо в Кисловодске. Ну, как яйцо. Оно такое какое-то яйцо, не яйцо. Такое вытянутое немножко, вот действительно. Уже я динозавра. На подставке. Ну, нет, это специально делают отливки. Оно керамическое, на подставке. И там, ну, как иконка, ну, в общем, образ, образ, поняла, да? Да, да, да. То есть оно достаточно большое. То есть и пасхальная тема, и всё, да? Да, и там прям целый портрет, то есть, ну, тематика такая божественная. Целый портрет. И вокруг имитация, как будто это вот зелёный с внедрениями камень, как это называется? Малахит. Малахит, да, малахитовая вот вокруг. И, конечно, подрисовывая наше основание, да, тёмным. Интересно, вот тут, девчонки, в чате кто-то поддерживает вообще тему яичную? Делает вообще яйца на Пасху именно декупажные? Да, 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 декоративные. Декоративные. И срочно ищем страусиную ферму, чтобы злоя нам сделала. На яйце роспись. Кто-нибудь занимается, любит, ну, не то, что занимается, а нравится ли вообще вот тема декупажа яиц? Вот, например, кто-то отвергает и говорит, нет, я не люблю декупажить яйца, они очень маленькие, их там непонятно. Форма сложная. Да, сложная форма, маленькая, тяжело, вот, не нравится. А кто-то, вот у меня просто ходили на занятия ученики, и вот одна ученица, мы с ней расписали, наверное, штук 50 яиц, потому что, ну, просто фанатела по яйцам. И мы как бы декупажили их в разных техниках, всё, что вообще только, какие только находили, в той, нравится, Наталья говорит. Елена наша, я к ним вам, говорит, я не делала ни разу, в этом году буду, наверное, пробовать. Вот кто нам их и отольёт. Вот кто нам их и отольёт. То есть гипсовые яйца, Лена, это круто. Юля говорит, я в том году делала, понравилось. Дарья говорит, я разрисовала, здорово. Так, что мы делаем дальше? Нам надо дополнить эту всю нашу композицию листьями, да? Да, мне хочется прям какую-то такую удлинённую, какую-то форму вытянутую, что-то вот такое вот. Так, теперь цветовая гамма, цветовая гамма, зелень у нас, да? Зелёно-жёлтый, они не будут ли у нас сливаться, да? Ну, жёлтый. Или синеву добавить. А можно зелёный чуть-чуть с белёсым? Просто как серединка будет, видишь, чтобы не было как жёлтая, а зелёный немножко с белёсым и будет как бы именно листочек. Ну, вот зелёный тот, который FC, да? Слушай, а вот такой зелёный тёмный, а нет? Давай я посмотрю, может, у нас зелёный поярче. А я сейчас светло это и добавлю. Ну, давай. Белого. Белого. Да, попробую добавить белого, чтобы оно посветлее получилось. Так, Нина нам говорит, пока декупажила только одно яйцо. Хорошо, одно яйцо тоже результат. А ну, рассказывайте, декупажили как? Просто картинку наклеили, декорировали ещё что-то, может быть, контур, а может, как-то по-другому, может, умудрились трафаретом сделать объём или что-то, какой-то нюанс. Лена говорит, в такой технике можно нарисовать классный натюрморт с капустой и красным луком. Да. О, молодец. Видишь, ну это ж наш фотограф, он как бы сразу увидит композицию. Здорово. Так, я не декупажила, Ирина говорит, но расписывала цветами и пасхальной, или пасхальной темой. Ага, яйца, яйца, отлично. О, Нина говорит, в прошлом году делала штук 20, в этом году заказали декупажить страусины. О, кто-то любитель яиц тоже находится, да. А вы в нашем закрытом клубе состоите? Пожалуйста, пришлите, если состоите, или в открытую группу, да, или добавляйтесь к нам в закрытую, там тоже очень интересно. Да, кстати, мы всё время забываем наше уникальное предложение, нас вот даже на днях. Да, при покупке любого МК наших мастеров, ну в том числе и меня, да, моих МК, вы автоматически добавляетесь на месяц в наш закрытый клуб. Вы можете почувствовать кухню нашу изнутри, да, что у нас происходит, какие мы даем консультации. Вы можете задавать вопросы, у нас активный чат, наши мастера уже, наши, вот, я не знаю, я их называю мастерами, потому что шедевры, шедевры выкладывают. Очень много девчонок, которые прям, ну, прям на глазах растут, такие присылают работы, что просто только достойны восхищения. Да. Бонусный месяц, один месяц пребывания в закрытом клубе. Так, Галина говорит, яйца делала сама из папье-маше и выливала из цемента, имитировала манлахит, янтарь, вау, здорово, вау. Круто, круто. Марина говорит, с очкованием декорировала, то есть точечная. Точечная роспись, обалдеть. Это круто. Так, ну давай листик, поехали. Да, вот, листик я, не знаю, буду импровизировать, конечно. Не ругайте сильно. Да. То есть вот такое вот. Ай, красивый. Так, хочется белого добавить немножко, прям хочется. Ага. Так. Привет из Кишинева, Наталья нам пишет. Привет, Кишинев. Декупажила деревянные яйца, совмещала декупаж со стразами. Вау, целая фаберже, видимо, было. Вау. Это шикарно. Воу, я, кстати, просматривала яйца такие вот именно, ну, которые, именно дворцовские и королевские. Ну, там, конечно, ну, то есть с дорогими камнями, действительно, с золотом. Ну, там просто шедеврально это все. Все, выделить лепестки. Можно выделить их потом, в принципе. Так. Ага. Так, водичку. Водичку добавляем. Тебе помочь добавить воду? Нет, 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 ну, все нормально. Держи камеру, чтобы она на меня не положила. А можно ли это сделать с более крупной заготовкой? Нина, а какая еще крупная? Вот у нас 30 на 30, еще крупнее, вы имеете в виду, на стене где-то сделать? Ну, я думаю, конечно. С большой заготовкой можно так сделать? Ну, большой на столе сделать роспись, вы имеете в виду? Да, на любой поверхности, просто, соответственно, размер цветка, как бы, вы... Соответственно, размеру, как поверхности, ну, соответственно, и цветы, да? Да, то есть чтобы это смотрелось не на вот таком огромном столе, такой маленький цветочек, хотя если их сделать много, то это будет целая лента цветов, как делают, украшают какие-то подвесы, еще что-то. То есть там очень много-много-много мелких розочек, например, но их много, созданы в ленты целые. Переливов не видно, хочу потемнее добавить, и не видно. О, Наталья говорит, а я там же на Пасху декупажила отварные яйца с салфетками и клеила на белок. Вау, классно. Красивые, наверное, яйца были. Вот это, наверное, тоже элемент экономии, да? Человек раз, приклеил на белок. А, на белок нет, это не экономия, это элемент, ну, скажем, экологичности, понимаешь? А, да, да. А, да, который можно кушать. Кушать, конечно, конечно. Там же как бы ты же разбиваешь, кушаешь, чтобы оно не попало в рот, скажем так. Ой, вот этот хороший листик. Нравится? Мне нравится, да. Отличный. На всякий случай. Белого добавляешь, да? Да, сюда, чтобы он был у меня в арсенале. Ага, вот Нина нам пишет. Декупаж был на яйце, и бабочку нарисовала. Ага. Присутствовала точечная роспись, и подрисовка была. Ага, отлично. В этом году обязательно попробую сделать с кружевом и драгоценностями. Будет красотичнее. Ой, с драгоценностями, да. Вот меня что-то тоже в камни потянуло. Да, мы тут планируем со стразами что-нибудь придумать, да? Да, мне прямо хочется, хочется что-то такое. Культур-гламур. Да, культур-гламур. Нина нам написала, Захарова, девочки, у всех уникальны и рады у вас учиться. Спасибо, Нина. А мы рады вам дарить обучение, ну, как бы наши знания, какие, ну, насколько мы можем дарить. Да, успеваем. Спасибо большое, действительно, это очень здорово, когда, вы знаете, смотришь в закрытом клубе и присылают сначала одни фотографии, то есть пробные там, а потом, например, у Лены Ехимовой присылают девчонки барельефы, барельефы, на, пану, пану, боже мой. То есть первая проба пера, один барельеф, а потом вдруг начинают какие-то картины, совы, там, еще что-то. И ты видишь, насколько вообще человек вырос в этой технике буквально за несколько работ. Ну, да, начинается детальная прорисовка, это шедевры. Ну, и так в любой другой работе, то есть как бы в любых других мастер-классах разных мастеров. То есть, ну, колоссальный рост за короткое время. Слушай, красиво как получилось, слушай, как с переливами. Да, здесь идет, да, листика, какая, какая особенность у них, то есть если вот подобный лист делать, да, то есть стороны должны быть разные, тоже немножечко контрастность, и даже может другие цвета добавляться. То есть у меня вверху зеленый, да, а внизу синий. Да, прям, знаешь, как-то красиво, он как-то живой получился. Ну, синий с белым, ну, тут смесь как бы синий и зеленый. А как попасть в группу? Очень хочется увидеть работы мастеров разных. Наталья, если вы уже купили мастер-класс, пишите номер покупки в личку мастеру, вот, и мы вас добавим. Если вы еще не купили, значит, покупайте и становитесь завсегдатаем нашего клуба. Да, да, да. Лена говорит, и Дима, у нас уже есть несколько профессионалов из учеников, вау. Да. Да, Лена, ты их возвела в профессионалы, скажи нам, пожалуйста, ты им уже как бы объявила о том, что они стали профессионалами, или это пока секрет? Мне кажется, это видно по работам. Это видно по работам, да. И у нас есть альбом по хвостушке. И думаешь, что же эта работа делает в этом альбоме для обсуждения, когда ею надо просто хвастаться. Да, когда она просто шедевральна, и не надо ничего здесь обсуждать, здесь только можно восхищаться. Это действительно так. Причем действительно вот прям колоссальный рост. Какие-то одна-две консультации, человек понимает, о чем идет речь, да, на что ему указывают. Мы стараемся... У нас конструктив, положительный конструктив, никого не ругаем, только хвалим. Ну как, не то, что только хвалим, говорим конструктив. Ну свои, как бы, да. Не надо обнадеживать. Не надо только их хвалить. Мы будем говорить как бы и замечания, ребята, иначе роста не будет. Зоя, что ты сейчас делаешь? Я прорисовываю серединочку. Значит, я прорисовываю серединочку, так как у нас есть и голубой, и зеленый цвет в листочке присутствует, да, смесь красок. Начала я с зеленым, на камере это, конечно, не видно. Видно. Начала я с зеленым, а закончила с синим. Это тоже видно? Видно. Видно, да, но это из зеленого на голубоватый. Да. И также прорисовываем, как мы вот здесь прорисовывали наши основания, да, темной краской. Нам также надо прорисовать жилки, да, на листочке. Рисуем мы их от центральной жилки. Слушай, а как красиво получается зоя. Угу. Так, сейчас макровато. Вообще потрясающий, как бы, вот эта роспись потрясающая. Вот. Просто представляешь сказать, что это нарисовано прям вот того. Ну, я хочу сказать, что, ну, я далеко еще не мастер, да, в этом. Конечно, ты в этом не специализируешься. То есть это первые вообще прорисовывания. Вы понимаете, ребят, что вот смотрите, зоя в этом не специализируется, но она взяла кисточку и как бы вот просто берет и делает. Поэтому, ребята, у вас тоже это все? Ну, ничего страшного вообще, берите, делайте ваши первые опыты, да, берите на бумажки, тренируйтесь, сначала там в альбоме, да, отрабатывайте именно, как держать кисть, да, как получается мазок. Причем, каждая кисточка, да, даже если она там белка, кошка, да, то есть каждая кисточка, она будет свой давать мазок. Да. Обалденный просто, обалденный листочек. Вот так. Посмотри, как в композицию превращается, да. То есть соединение цветов, видите, то есть и зеленый присутствует, да, и белый, и голубой, то есть, ну, как бы, чтобы соединить композицию. Здесь, конечно, да, передача цвета, вот, немножко видно, да. Немножко вот так вот, вот так вот, вот видно, что золото не засвечивает, и видно, насколько вот так вот, что цветы, какие они яркие, объемные, насколько вот зеленый там сделан. Так, следующий лист. То есть у нас пойдет сюда. Ну, второй я, вторую цыгульку я, наверное, не буду рисовать уже, да, потому что это будет... Не-не-не, у нас уже, да, мы уже прям, вот еще давай покажем второй листик, чтобы была композиция, чтобы мы могли увидеть. Ну, вот. Там видно, как я краску надырала? Да, 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 вот я вот... Я не обращаю внимания на камеру. Не замерзаю, да, вот. Он может, в принципе, изгибаться как угодно. Ну, вот, допустим, первый, да, досточек, да. Можно его донести белой красочкой, да, чуть-чуть вот так вот. Как бы освежить, да, такую вот, некоторую свежесть добавить. Здорово. Прям хорошо. Сверху, если вот... Так, опять подсыхает, надо добавлять водички, либо замедлитель. Не хочется замедлитель, потому что я не могу его количество отмерить правильно, да, потом слишком жидко получается. Ты видишь, вот с водой это один навык, да, работы, а, например, с замедлителем, да, это совсем другое. Да, 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 надо пробовать средства, вот эти вот, и именно как они ведут себя с определенной краской, определенной фирмой, потому что здесь тоже имеют, да. Определенная фирма, потому что есть замедлитель, вот я работала, замедлитель, он делает белесым краску, и ты не поймешь, как бы, какая она... Белая добавила, и ты не поймешь, это тот цвет, который тебе нужен или не тот, то есть, как бы, надо прикидывать. Голубые листья сказочно красиво, Татьяна нам пишет. Спасибо большое, Татьяна. Ну, как бы у нас, да, Татьяна, еще зима, да? И мы уже немножко... Да, все-таки как-то, ну, может быть, да, как-то заиненные цветы. Ага, поэтичность добавим, да? А еще у нас сразу, как только случился Новый год, у нас как-то так потеплело, вы знаете, и нам даже хочется немножко весны, поэтому нас тянет на цветы. И вот, видите, мы цветы начинаем рисовать. Обалденно просто. И, конечно, контролировать уровень разведенности краски. То есть, если краска будет сильно разведена, будет жидкая. И будут прозрачные лепестки. Вот, допустим, здесь у меня прозрачные получились. Все мы хотим немножко усложнять свои работы именно добавлением красок, да? То есть, не просто наклеили картинку и покрасили вокруг, да? А здесь, как бы, момент, получается, можно усложнять работу, усложнять работу тем, что можно что-то подрисовать, дорисовать. Представляете, вот посередине будет какая-то картина, а вокруг у вас будет вот такая рамка с цветами. Представляете, да? То есть, вот не сеточку, например, а картину. Или фоторамка. Или фотография. А вокруг... Взять цвета с картины, да? Да, 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 да. Просто вообще, представляете? Обыграть фотографию чью-то. Подарить ему вот такими вот... О, фоточку, да, да, да. Пусть она будет не полностью, да, в одном углу, допустим. Да, да. Это уже очень красиво. Ну, вот как ты сейчас один угол, как бы, можно так сказать, разрез. Ну, я как бы планирую по всему периметру, чтобы это было как, типа, ну, как веночек, да, такой. Ага, ага. Ну, конечно, в рамках вебинара я не успею это все сделать. Естественно. Значит, у вас вебинар будет длиться очень долго, да, очень. То есть зеркало можно, Лена, вот Якимова нам пишет. То есть, значит, ты работу закончишь полностью, да, и покажешь ее уже в фотоальбоме или выложишь в группе, когда закончишь, да? Да, 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 в открытой, в закрытом клубе. Вот, обязательно закончу работу. А цифры будут? Цифры будут и стрелочки будут, все будет. Я все приготовила, но... Но масштаб работы не позволяет сделать все, понимаешь, Люлечка. Это, как бы, я понимаю, что Зоя посвятила. Так. Сейчас дорисуем чуть-чуть. И маленькие нюансики там. Вензелечка. Да, ну, это как бы элементарно, я считаю, ну, все это, все... Вы все это, все повторите. Вот. Вот такой листочек, да, получился. Так. Такие у нас будут вензелечки? Светленькие, да? Светло-голубые, наверное, или как? Или желтенькие? А где это? Мы даже не представляем, ты у нас спрашиваешь. А где это будет? Что это? Что это? Где это будет? Это будет... Что за вензелечки? Мы даже себе представить не можем. Ну, может быть, где-то... А, такие как... Что? Показываю, показываю. А, на словах не видно, да? Не видно. Не видно, 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 видно. Но оно немножко перекрывается, сливается. Мама дорогая, какая красота! Татьяна, полностью с вами согласна. Это просто очень красиво. И представляете, если это обыграть, то есть на той же шкатулке, да, то есть, представляете, это крышка от шкатулки, где будет какая-нибудь картина, и вот так вот обыграно вокруг цветами, например. Ну, тут я уже играться начинаю. Да, 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 такие вот дополнительные. Вот, то есть, наверное, как-то... Как-то, наверное, вот так. Ага, какие-то еще завитушечки. Еще завитушечки. Вот Лена наша спрашивает, говорит, как будет циферблат выглядеть, да? Циферблат будет либо вот эти нижние, то есть основные, да, 12, 3, 6, 9, да? Либо можно маленькие, маленькие, но циферки вот здесь, и будут маленькие стрелочки. Угу, небольшие, но... Мария говорит, сейчас сын подошел, заглянул в монитор и сказал, что ему очень нравится. О, Боже мой! Мария, оценка сына – это самая высшая награда. Это высшая попова. Да, потому что если сын сказал, то мы-то тут сидим, понятно, мы это все любим, нам это все нравится, вот, но если такие люди подходят и говорят, мне нравится, то это, конечно, дорогого стоит, здорово. Ну, в общем, как-то так. Вот такими элементиками, добавляя и усложняя, да, получается? Дополняем, да, и, соответственно... А точечки еще если поставить? И точечки. Ну, вот, например, представьте, здесь точечки поставить. Да, помидже, да. Или вот такими меленькими тоже вот как бы добавить, усложнять. Да, да, там очень много, вот, видите? А, ну там можно эти, да, усложнять и усложнять. Да, там очень много нюансов, и можно играть цветами. Это я уже просто спешу, потому что я вижу время. А время неумолимо мчит. Да, хочется с вами оставаться еще дольше. Ну, рамки, конечно, эфира. Присоединяйтесь к нам. Ну, сколько это времени, Зоя, вот смотри, вот полностью расписайте эти часы. Сколько нужно времени? Ну, смотря кто как будет. Ну, пять часов. Списать тебе. Да, пять часов хватит, да. Да, да. Ну, значит, завтра утром ждем. Ничего себе. Ну, не, подожди, пять часов хватит, я спросила, хватит. Мастер сказал, мастер сделал. Да, да, да. Зоя, теперь ты когда говоришь, хватит, ты говоришь, ну, пару недель, собственно, и работа готова. Да. Ой, какие классные вот эти маленькие мазочки. Слушай, ну, вот эти детальки, они усложняют, усложняют работу, и получается просто, просто шедеврально получается. Вот, пожалуйста, точечками, вот такими вот видами. И так играться можно до бесконечности. Обалденно! Вот так. Супер, супер, вообще просто, просто потрясающе. Да, ну вот. То есть вензелей можно добавлять и разными цветами их обыгрывать, можно там дорисовывать их каким-то образом, там обозначать, ну, так, не набрала краску, более темную. Все, ждем, девчонки, ваши цветы. Вот, то есть добавлять цвет, допустим, зелень, да, допустим, добавлять. Внедрять туда, чтобы он усложненный был, да? Здорово, давай покажем теперь, вот я поставлю камеру, мы покажем вот внизу. Ага, вот так, да, внизу. О-о-о, вот сюда, вот сюда погрежем. Вау! Кайф! Просто посмотрите на... Боже мой! Девчонки, ну, я представляю, если будет такое. Я крышку шкатулки почему-то сразу... Почему? Ну, почему-то крышку шкатулки, если вот так... В принципе, да, если циферблаты... Я не знаю, стрелки прикладывать или не надо уже... Давай, ну, а как же, посмотрим, что сажется. Ну, когда мы сделаем, мы их увидим в конце. Ну, а сейчас что их прикладывать, непонятно. Ну, ладно. Нет, их непонятно будет. Ну, я уверена, что у вас широкая фантазия. Вы представите себе дальше, что будет, вот. Ну, да. Просто... Конечно, плохо передает, но вы видите, да, эффект свечения получился цветка изнутри, как бы, да, за счетой светлого оттенка. Слушайте, а если золото же добавить? Золото, да, 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 золото. Ну, как бы, вот именно в Петриковской росписи, да, золото не используется у меня правильно-поправильно. А, ну, это фьюжн же? Это же фьюжн? Это что такое фьюжн? Ну, смешение, смешение стилей, смешение техник. То есть в Петриковской росписи нет вот этой сеточки, как я говорила, да, это уже другая техника. Вот. Ну, в общем, вот так. Умничка, как вам понравилось? Вы вдохновились ли? Здорово, здорово. Будете расписывать, да, что будете расписывать? Все, да? Да. Ну что? Я на большую работу не растянусь, я чем-то маленькое распишу. Маленькое, да? Зовсем маленькое, да? Ну, если Зоя даст нам этот мастер-класс таким. Ну, ты можешь посмотреть вебинарную запись. Так уж и будет. Ну что, я, наверное, представлю следующий обучающий продукт, пока у нас не закончила полностью. Пока эфир еще у нас показывает. Все-таки будний день, люди все выставят. Вот у нас следующая обучающая программа. Это вот такие вот прекрасные бутылочки. Вот. Ну, сделаны они в одном стиле, но, в принципе... Они разные. Да, они разные. Камера опять не передает цвет, да. То есть и оттенки у них разные, как бы, немножко видно. А, морское дно такое сразу почему-то в голове. Такие, знаете, как сундуки морские, какие-то сокровища. Корабль такой, знаете, разбитый корабль, который на дне морском лежит. И там вот это вот все лишь жеваляется. И это как будто ром такой был раньше. Лена, она любимая бутылка, кричит. А, она любимая бутылочка. Да, вот в этой обучающей программе вы научитесь делать вот такие вот прекрасные подарочные бутылки. Что тут сделано? Расскажи, пожалуйста. Что тут сделано? Ну, конечно же, моя любимая глина, да, с этой работой, с этой глиной. И, соответственно, заготовка. Я очень люблю работать на бутылках. Хоть они и сложные. Это стекло. Как вы понимаете, со стеклом очень тяжело работать. Ну, в плане того, что закрепление, да, вот этих всех элементов на стекле, чтобы это все держалось, чтобы это все было долгосрочно и долговечно. Все эти нюансы я рассказываю. А мы их можем? Они полностью функциональны. Наливайте, что хотите, да. То есть это пустые бутылочки. Не поверите, это пиво Жигули. Класс. Да, это вот такое вот, как бы винтовая крышка, да. Она функциональная, она многоразовая. Соответственно, бутылочка, да, там, не знаю. Наливайте от кефира до наливочки, да. Вот. Что здесь сделано? Скажи, вот что вот это такое, что вот это такое? Расскажи нам. Смотрите, здесь, значит, у нас вот такой, как бы, лейбл, да. Лейбл из глины ТАС. Сделан для чего? Для того, чтобы выравнить поверхность. У нас здесь была некрасивая надпись Жигули. И мы ее перекрыли, вот. И, как бы, что получилось? У нас лейбл зашел на вот этот объем, да. И как же нам на объем наклеить изображение? Ну, у нас есть прекрасная эластичная распечатка, да. И я показываю, как сделать вот это эластичное изображение. Как его наклеить, нюансы проработки, да, чтобы не было заломов. Здесь везде дорисовка, потому что изображение у нас получилось маленькое. Да, подрисовка. По кругу везде подрисовка. Не знаю, подрисовка ближе. Вот, по кругу везде подрисовка. А, а сзади? А сзади, посмотрите, какой момент. Что было сзади? Здесь тоже эластичное наше изображение, да. Здесь, как бы, мы заглядываем в морское дно, да. Мы, как бы, в батискафе через иллюминатор смотрим, как пропывает вот этот косяк русалок, да, к своей подруге. Класс. А листья это что-то? Нет, это не листья. Это рыбий хвост, да. Это хвост, да. Это русалка же. Это русаличий хвост, да, потому что наша девочка не должна остаться без своего хвостика драгоценного. Он стал объемным и вышел, как бы. Да, вот здесь вот полностью я показываю, как срепить вот этот хвост, да. Как, каким образом вот всю вот эту вот, весь этот хвостовой плавник, да, прорисовать. Как вот видите, он играет на воде, да, то есть в воде передвигается, да, живой такой. Слушай, ну скоро 23 февраля. А я, например, не хочу делать русалку, хочу Джека Воробья сделать. Пожалуйста. Без хвоста. Пожалуйста, без хвоста Джек Воробей можно сделать, вылепить кусок шляпы. Да, тоже вариант. То есть по этому мастер-классу я буду обладать такими навыками, чтобы сделать Джека Воробья. Конечно, конечно, потому что там все изображения мы меняем, тематика остается та же, да, то есть морское дно, да. Пожалуйста. А представьте, вот эту бутылку поставить в деревянный короб, например, просто заморить деревянный короб. Ну, мужчины, они же такие брутальные, то есть им как бы, ну, особенно таких наших цветочков не нужно. И такие деревянный короб заморили, например, покрыли его лаком, отшлифовали так красиво, что все блестило, и туда такую бутылку с пивом. Представляете, девочки? Можно не Джека Воробья. А вот и ром, ром можно как сделать, правда? А вот это, Зоя, вот расскажи, как ты горлышко. Вся бутылка сделана из глины ТАС. Ну, то есть здесь вот в основном вся, все глина. Ну, и еще материал, который мы используем для крепления, крепления этой глины и крепления вот этих вот элементов, да. То есть это все бюджетно, ну, я очень люблю, я за бюджетность, да, никаких лишних трат. Единственное, что самое дорогое здесь, это фурнитура, да, которым... Дополнили, да? Да, дополнили наш рельеф, да. То есть у нас вот, да, вот есть вот эти, вот такие какие-то... Да, потому что, да, якоря вот эти металлические, ну, вы знаете, может быть, кто-то даже бижутерией занимался, ну, как бы это все на вес, и, ну, как... стоит определенных денег. Ну, это все поштучно, и... А ракушки тоже на вес? Ракушки, девочки и мальчики, фикс прайс, 55 рублей. Море бесплатно? И русалка ваша, да, пожалуйста, то есть и большие, и вот такие вот... Нет, вот такие вот. Ага. А я думаю, что каждый с моря привозит себе мешочек ракушечек и стеклышек, да? Всегда медузу однажды привезла с моря, она у меня... Ничего, не дошла, не дошла. Вот, вот такие вот элементики мы сами лепим, это все из длинных. Добавляем разной фурнитурой, которая стоит копейки, в принципе. Есть где-то у нас и поставались отливочки гипсовые, вот эта ракушечка, это гипсовая отливочка, да? Кто любит отливки, кто пользуется ими, пожалуйста. А время изготовления, Зоя, какое-то? А время изготовления, ну, максимум двое суток, потому что нужно время на просушку. То есть слоями как-то, да? Да, да, время на просушку, чтобы все это зафиксировалось. Зоя, а вот это что, чешуя прям настоящая? Ну, конечно, чешуя. Ну, а как? Это глина. Рельеф мы делаем сами, вот этот вот эффект чешуи, да, чешуя, рептилия, кому как нравится, да. Даже канат, это тоже глиняный элемент. Вот этот канат, который опоясывает наше горлышко, это тоже глиняный элемент. То есть, как бы... Очень круто, да. Все вам подвластно. Я все рассказываю очень подробно, как это все сделать. И я думаю, что мужчине такую русалочку тоже будет приятно получить. А, кстати, да, салочку тоже, да. Она так скромно прикрывает глаз своими волосами. Я думаю, что, не знаю, мужчина тоже будет довольна. О, Нина написала, ура, купила два мастер-класса и бутылку, и шкатулку. Буду дерзать. Нина, идем в закрытый клуб и ждем вашей работы. Творчество, да, вдохновение. Я все сделала, чтобы как бы у вас все получилось. Зоя, кстати, друзья, начала записывать за нашим закрытым клубе видеовращение. Поэтому по ее мастер-классам мы ждем вашей работы в закрытый клуб. И она их лично будет консультировать. Конечно, конечно. Юля, она написала стих. Простите. Ух ты. Раз мазок, второй мазок и красивый лепесток. Из множества мазков Зоя создала цветок. И теперь наш дип-купаж превратился в Эрмитаж. Юля! Класс! Как приятно. Здорово. Спасибо огромное. Обалденно. Ну что, бутылки мы показали. Я думаю, девчонки оценили. Бутылки необычные. А сейчас как раз же лето у нас готовится. Помните летом, сколько летом у нас было морской темы? Она у нас вообще через вебинар. Да, да, да. А пуска, якоря. Да, да, да. То есть летняя тема, это вот как бы туда уже. Друзья мои, мы готовились к Новому году с лета. Теперь мы с Нового года готовимся к лету, друзья. Какая идея может быть здесь еще? Ну, кроме Джека Воробля. А если по-другому раскрасить? По-другому раскрасить? Да, другая картинка. Изображение. Рыбак ловит рыбу. Здесь рыба на дне. Ну, поплавает между корягами. То есть как будто мы смотрим, она... То есть красота. Подглядывали за ней. Да, это тематика. То есть если человек заядлый рыбак, это вообще в тему, да? Да, да, да. Те же ракушки, пожалуйста. Вместо хвоста вы вылепили ламинарию кусок водоросли, потому как вы по этому лимиту сможете сделать водоросли. Да, да. А хвост какой шикарный, да? То есть рыбу нужно вылепить? Слушайте, а можно же эту сеть рыбацкую? Да. Вот с помощью вот этого элемента, который у тебя, ну вот вот эта чешуйка... Не, не чешуя, а вот эта, которая огибает. Канат? Канат, канат, канат. Канат, да. То есть можно канатом прям рыбацкую сеть же изобразить? Да, наложи им одну деталь на другую, пожалуйста. Вот видите, как фантазия работает. Наташа правильная идея подсказала. Вообще можно рыбу здесь, если делать изображение, а прям рыбу сделать. Это вообще будет шедевр. Хвост уже практически... Вот, я жду ваших работ с нетерпением. Подожди, а еще у нас, подожди, шкатулочка. Шкатулочка. Давай еще, подожди, шкатулочка, красотулечку нашу вообще. Вот такое у нас миниатюрное чудо. Духи напоминают, знаете, такие. Да, 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 да. Шейх такой. Флакон, флакон, да, да, да. Ну, здесь вы можете положить там, я не знаю, свои драгоценности, свое самое там сокровенное колечко, да, там. Вот, здесь простая заготовка, деревянная. Простая форма была, абсолютно такая плоская форма. Плоская крышка с отрезанной ручкой. Ну, как бы, с кошелью, с кошелью, да. Вот, весь объем мы создаем сами. Сами мы делаем вот эти вот выпуклости, делаем такой неординарный объем, да. То есть, во-первых, она увеличивается в размере, она становится более значимой и массивной. Ну, если эти пупырышки тоже вы сами? Вот это все сами, вот, и на крышечке. А, я думала, она такая была. Да, да, да. Галя тоже сама, говорит, заготовка хорошая. Да, это все, эту форму мы делаем сами. Вы представьте, сколько может стоить такая заготовка, если такая заготовка вообще существует. Ну, да, если ее сделают, еще. То есть, я считаю, будет немало где их стоить. Здесь, вот эта вот работа, это копейки. Это просто копейки. Ну, какие копейки, сколько? 10 рублей, 20, 30. 100 грамм глины. Это где-то рублей 30. Краски у вас уже куплены. Да, куплены. Ну, сама баночка 50 рублей. Баночка. И никаких специализированных. Короче, 150 рублей. В общем, подделали раритет 17 века, да, металлической подставки, да, вот, везде. Вообще очень крутая, очень крутая. То есть, вот это все, вот, все, все, каждый элемент, здесь только глина. То есть, это просто приводит в восторг, конечно. Вы можете дополнить, да, вы можете вставить стразы. Вот у меня есть такие функциональные, да, вот такие дырочки, да, такие специальные. Можно дополнить сразу, обогатить работу. Вдохновляйтесь работами средневековыми, да, эрмитажными работами. Вы представляете, если вы видите форму, я вам показала инструмент, как это сделать. Вы повторите форму любую. То есть, я показываю нюансы работы с глиной, как ее загладить, как, чтобы она была гладкая, чтобы не было трещин, да. То есть, полностью я все нюансы рассказываю. Остыковка. То есть, представьте, сколько элементов, и все состыкованы идеально просто. То есть, глина полностью уже глина в поверхность. Получается полностью литая, влитой металл. Кайф. То есть, вот так, видите, да. Ощущение, оно как будто металлическое. Я думала, это такая заготовка, поэтому думаю, ну что они там снимали, я не пойму. Что они там два дня снимали и всю ночь. Да, да, сидят до 11, снимают, думают, что они там снимают до сих пор. Здесь все детальки, все вылеплено вручную, все отдельно. Вплоть до вот этих мельчайших перепоночек металлических, да, вот этих вот. И вот этих клепочек маленьких, да. Вот эта лента металлическая с чеканкой, да, компа. Показываю, какой инструмент необходим для того, чтобы сымитировать эту чеканку. Это достижение, Зоя. Этот инструмент, когда мы его нашли в попытках двухчасового поиска, как нам это сделать, и когда мы его нашли, это была интрига мастер-класса. Это была Эврика, Эврика, да, как яблоко на голову упало, да, вот это то же самое. Бигбол! Да, когда вы увидите, очень удивитесь, и... Ну, это есть у каждого. Мне даже уже стало интересно, что ты нашли. У каждого на кухне, да. С финишной мастер-классом. Инструменты, которые я использую, они все непрофессиональные, они есть в каждом доме. Их не надо специально покупать. Все это у вас есть. Я всегда за сохранение бюджета. Поэтому вот такие шедевры можно как бы изготовить, не затрачивая особых средств. Но это и есть творческий гений, когда ты творишь из того, что есть у тебя под руками. То есть не когда ты покупаешь... Да, то есть материалы на миллион, и потом не знаешь, что из этого родить. А вот из того, что есть именно, придумать и сделать вот такие вот, да, уникальные вещи на самом деле у Зои получаются. Мы не перестаём удивляться. Они действительно получаются уникальными, и у каждого, кто повторяет, это будет уникальная вещь. А ты как... Вот мы взяли чуть-чуть другую заготовку, когда показывали вот эти элементы. И у нас совсем будет другая шкатулка, да, Зоя? Да, это будут другие, да. Шкатулка, будет другая форма, получилась другая форма. И будет совершенно другой дизайн. Ну, я, наверное, когда я её покажу? Ну, в следующий раз. Следующий, да, на следующий вебинар я её обязательно покажу. Как бы она ещё в процессе. Вот, и там, наверное, будут сразу. Ну, Женя, а чья будет интересна эта шкатулка теперь? Давайте быстренько поднимем. Моя! Моя! Ну, никто не сомневался. Тут очень интересная крышка ещё, да, то есть вот на крышке полностью вылеплена вот эта вся штучка, которая вживлена и перетекающий переходит сюда. То есть вот это, конечно, просто потрясающе. Как соединить крышку с боковой частью? Ну, да, ручка у нас на крышке кажется цельной и металлической, и то есть как будто она поставлена вот на эту крышечку. И, соответственно, перекликание элементов. Здесь, конечно, всё связано, работа связана, соответственно, вот эти визеля, они все вот между собой дизайном похожи. И металлические элементы я показываю, именно как сделать металл, да, то есть патинирование у нас тоже присутствует. Как выделить объём. Вот. Вот такая гладкая. Шикарно, шикарно, Зоя, спасибо тебе огромное за твоё творчество. Давай, мы включим Зою. Я всегда рада поделиться. Зоя, просто, просто... Меня не снимите случайно. Всегда рада поделиться своим творчеством, очень вдохновляюсь вашими работами, которые вы нам присылаете. Петухи вообще шедевральные, вообще слов нет. Просто, ну, как бы... Большое спасибо за то, что не боитесь использовать новые техники, пробовать себя в других новых техниках. Это расширяет наши границы. Это способствует улучшению наших работ. То есть много... Использование многих техник обогащает наши работы. Опыт, да, плюс опыт. И вообще, в принципе, знаете, девчонки, я так удивляюсь людям, которые делают. То есть одно дело, когда ты купил мастер-класс, ну, там, на эмоции, да, но другое дело, когда ты сохраняешь эту эмоцию и интегрируешь её, и присылаешь потом ещё работу, и потом тебе её там комментируют, ребят, это вообще другой уровень творчества. А комментируют как? Люди говорят, что не могут остановиться, что вдохновило, они получают удовольствие. Это самое главное, огромное спасибо за ваши эмоции, за вашу обратную связь. Делайте, друзья, делайте работы и присылайте закрытый клуб. Присылайте. У нас что сегодня на вашей серии по закрытому клубу? По закрытому клубу, да, пожалуйста, при покупке наших МК любого мастера, в том числе и меня, НК, моих МК, вы автоматически добавляетесь... Не автоматически, надо присылать запрос. Ну да, у вас есть право входа, да, в закрытый клуб. А зачем ты ждут, когда им пришли? То есть, сами вы не зайдете, я вас должна пригласить. Присылайте номер заказа, Люли Вичку, да, Люли Вичку, Люли Раевская. И мы добавляем вам в закрытый клуб, вы увидите, как там интересно, как здорово, как люди растут и получают знания, делятся своими прекрасными работами. И наши мастера постоянно ведут видеообращения, консультируют по вашим работам. Поэтому, ребята, присоединяйтесь. Мы стараемся, да, мы стараемся консультировать, давать конструктив, чтобы у вас все получалось. Спасибо! Спасибо большое. До новых встреч. Жду вас с нетерпением всегда на наших вебинарах. Очень теплая атмосфера. Спасибо вам большое и с наступающим праздником. Субтитры создавал DimaTorzok